с вами юджин и сегодня мы с вами друзья играем в новую игру от chiles art новый хоррор абсолютно не понимаю о чем он там будет называется the kidnap что означает похищение и скорее всего здесь нас с вами похитит может быть мы будем тем кто похищает может быть одна из игр chiles art акулет нашу шкуру какого-то маньяка а по кто там орёт где мы находимся заброшенный дом мы уже в плену нас уже похитили кто же там кричит это может быть вы кричи смотрите как стрёмно какая дичь кто там выйти это нас зовут мы канала баскетбольное кольцо чего вот молоток что произошло эй сарао а сарао нет динамики меня это это он сам сейчас так поделал головой это не я ты меня слышишь а ну отвечай мне как будто японская версия грэйни о кто это сара о не могу поднять голову я боюсь поднять голову посмотреть на лицо какого черта ты здесь делаешь эй а ну говори со мной берем берем молоток и пьем по пальцем ноги я вообще не ожидал такого лица неприятного 3 июля реально как будто грэйни японская ренья ученик начальной школы скорее всего это было сейчас будет предыстория то есть то был такой тизер где мы уже в плену сейчас нам покажут как мы обоссались они это опять я это сделал нужно рассказать ей кому ей кому должен рассказать может не стоит никому рассказывать как бы это не совсем прикольно я же еще маленький поэтому принципе это не так страшно мама мама сестра а сестра это тот кто говорит мам насчет не открытых дверей да замолчи ты говори со мной а сестра общается там с мамой комнате как же меня это достало если бы вас двоих здесь не было не стоило вообще вас рожать о господи наверное ребенка такое слышать не очень приятно и после этого я должен еще рассказать то что я обмочил кровать свою я думаю это плохая идея по и сначала поговорим с сестрой сестра ты как сестренка я намочил в постель опять что несет за свои грязные простыни хорошо о какой грубый мишка слишком огромный мишка ладно я так понимаю что мама сейчас нас наругает сто пудов а сестра нас выглядит и поможет нам справиться с этой неприятной ситуации перед носом несу мерзительно вот я принес хорошо теперь давай спустимся вниз я научу тебя стирать пойдем 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 мама не видит отлично здесь нет вряд ли а где ванна у нас так чё нажимать что я встал сюда теперь я встал на платформу и теперь готов пообщаться с сестрой сначала положи белье в стиралку после этого тебе нужно ее включить она включается нажатием кнопки включить дальше ты можешь нажать на старт это нас обучает механиком игры и это все не так уж и сложно правда если что-то забудешь что можешь спросить у меня а я уже забыл хорошо я положил сначала положи белье да это есть после то тебе нужно включить до нажатием кнопки включить даже ты можно ли старт это все а все-все-все окей просто все понял все понял так включить старт силос ваш у мамы через дверь прошло ну что теперь ты разобрался как это работает с до тех пор стирка будет за тобой ладно куда пошла мамы первое сентября но нет школу идти твою мать я проснулся рэнья сестренка зовет меня рэнья это я поговорить с сестрой может она на кухне я не обоссался у хорошо 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 наверное потому что теперь я знаю как стирать свою одежду у меня нету больше нервозности что даже если я вдруг я обоссусь я смогу сразу же все постирать раньше это бы сулила для меня проблемы мама бы ругал и так далее вот это ощущение что ты ничего не контролируешь но теперь я повзрослел только что благодаря своей милой сестре где она говорят на кухне да так и есть комнате мамы мамы нет она что ушла это все огромное и цель прикольно передали вот это ощущение когда все становится точнее становится все большое слишком когда ты маленький и наоборот уменьшается как возрослеешь однако кровать очень маленькая все равно ну ладно пойдемте вниз на кухню кухня вот здесь они туда га-а-а господи все засрано тут чё мусорного контейнера нет нигде мама нас бросил дамы одни дошики жрем что такое сестренка еда уже почти готова не мог бы ты пока разобраться со стиралкой ладно повесить одежду сушиться отлично тут как-то можно бежать извините аааа нет 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 ничего такого нету идем как есть хорошо а а где сушиться должна ужин готов скорее приходи кушать уже бегу чёрт чёрт мне жалко эти детишек тут котик полосатый полосатый это бенгал сидит это возможно сидит бенгал это данте данте это ты сидишь аааа я ещё больше чувствую погружение в историю теперь это словно про меня садимся я уже так давно не готовила карри как тебе выглядит очень клёво я бы сейчас прям пожрал бы аааа карри ура я бы лучше ещё раз съел лап нет карри ещё есть это готовка занимает так много времени скажи спасибо спасибо как мне сказать спасибо аааа и не запачкай те экзаменационные тесты добра эти окей хорошо тесты вау да у тебя везде 100 баллов сестрёнка ты потрясающая не хочет нам об этом говорить ну ладно правда я как раз собираюсь показать их маме надеюсь что мама наконец-таки похвалит да а мама вернётся домой ну конечно вернётся и уверена она будет в восторге когда увидит это а я и не против если мы будем только вдвоём надеюсь мама обрадуется а я не против что ты такое говоришь тебе нужна твоя мама ну не знаю сестрёнка ты же правда любишь маму да а разве это не нормально все дети любят свою маму но она её не любит да но я тоже здесь сестрёнка я тоже здесь 5 сентября мама так и не вернулась интересно а одежда уже высохла 5 сентября пять дней сушится естественно думаю можно пойти забрать её аааа почему мы всегда просыпаемся посреди ночи я не понимаю этого как бы у нас видимо режим дня супер нарушен да ну-ка открывается нет я не понимаю что это за комната такая она слишком таинственная для меня ну конечно же всё высохло теперь надо гладить убрать сухую одежду в шкаф наверное нет не этот шкаф имеется ввиду а что за шкаф может быть вот здесь вот этот шкаф какой шкаф и где моя сестрёнка чё-то не понял и почему мы не ухаживаем за котиком ну то есть нам не дают такие задания это было бы прикольно мамы здесь ой а это вентилятор стоит может быть это же наша одежда может быть наш шкаф надо убрать нет и не сюда какого чёрта а погоди вот наша комната а до этого мы были в комнате сестры что-то она не зовёт меня сегодня интересно а ужин уже готов ну вот мы были в комнате сестры её здесь нету её вообще нигде нету её похитили она сегодня не готовит куда она подевалась главное может быть сами приготовим что-нибудь теперь я чувствую себя слишком уязвимо здесь я один я точно понимаю что чувствует ребёнок в данный момент потому что я сейчас это чувствую я супер беззащитный а мы можем открыть эту дверь нет опа нам говорят наверх идти комнаты сестры моей сестры тут нет может быть на прятки играем и здесь тоже нет окей не может она снаружи её туфелек тоже здесь нет куда она могла пойти в такое время там такой ливень почему именно сейчас нужно её отыскать о о о о о о о какой сраней мы живём как здесь жутко нажмите и чтобы позвать сестру о сестрёнка о о куда конкретно нам надо идти и проверять может быть здесь без фонарика как-то хреново в эту сторону даже нельзя пойти о о о о о ладненько ну сдаётся мне мне нужно идти вот сюда о мы можем бежать наконец-то как-то непривычно в таких играх без фонарика быть фонарик всегда создает ощущение комфорта о о что очень зловеща атмосфера о о точно даже звать сестру могут откликнется давайте посмотрим в этот дом нельзя мы уходим куда-то совсем далеко сестренка где ты 8 8 сентября внимание время уборки пожалуйста приступайте к выполнению ваших обязанностей я кто это это я все еще я или кто так всрал пол дорожками ладно убирать все игры chelos art учит хорошего а именно содержать все в чистоте готовить стирать убирать в общем все очень полезно отлично все готовы так и вот мы сидим с детьми это учительница внимание всем попрошу тишины лучше выключился просто сегодня это наша последняя встреча все меня слушают пожалуйста не разговаривайте с незнакомцами по пути домой будьте очень осторожны с подозрительными людьми эй ребята берегитесь там по улицам бродит клоун так а ну успокоились хорошо теперь мы можем попрощаться всем встать до свидания и пожалуйста будьте аккуратны на пути домой до свидания она увольняется или что наверно это как-то важно для этой игры мы же хотели все вместе пойти домой куда эти трое делись найти кейдзи найти к химе и найти масахира прости я не помню как тебе зовут аска масахира одолжил у меня зонтик и до сих пор не вернул вот блин ты кто мицуки это не мой человек моя мама и сестра обычно вместе готовят ужин и это всегда такая вкуснятина интересно что там сегодня будет на ужин может быть амбагу амбагу очень надеюсь здрасте недавно я заметила что твоя сестра давно не появлялась в школе она и дома давно не появлялась у вас что-то случилось она не очень я я без понятия есть не хочешь говорить об этом ничего страшного но я готова выслушать тебя в любое время хорошо спасибо я получиться не говорю им что сестра пропала ты чё ты кто как я нашел так странно даже ты подевался что случилось никак не могу найти свой ластик скорее всего ёсима ёсимаса знает где он я могу у него спросить спасибо ёсимаса 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 это и на руме ну что когда мы уже пойдем я готова если ты готова а ты сегодня придешь ко мне может быть ты как обычно ты как обычно юка у тебя все может быть не заставляй меня решать за всех извините как ты придешь или нет приду супер и в следующий раз не говори просто может быть а тебе чего ренья тебя не приглашали на нашу девичью вечеринку жесток и жестоко на осиге я слышал что клоу нападает на людей только когда они наедине наедине понятно а ты видел клоуна иногда я чувствую его присутствие тебе тоже стоит быть осторожным ренье окей мы все еще нашли ее забыл ёсима привет это ты что там с тем клоуном о котором рассказывал ки ими йотти киоми киоми ти это сено блин не то видимо он появляется по пути домой как какой-нибудь подозрительный человек наверное но я и слышала что он на самом деле не делать ничего страшного ты это кто на осиге я слышу что клоу нападает на людей только когда они наедине понятно а ты видел клоуна иногда я чувствую его присутствие тебе тоже стоит быть осторожным а чтобы не тот на ее 7 счет там ёсимаса ты ищешь власти к химе да я помню как ты давал его кими йотти киоми ти который сидит рядом с кохиме а он никогда не возвращает вещи которые одалживает так что может он оставил от ластику себя в парте очень сложно запомнить на как было бы трудно влиться в японское общество представляете когда ты настолько не привык этим именам и каждый раз как будто ты слышишь новые имена новый набор звуков новые конструкции так давайте посмотрим о это же ластик к химе нужно вернуть его и прям рядом под носом у тебя был смотри что у меня есть ты нашел его спасибо отлично тогда я буду ждать у выхода отлично мы нашли первого человека первого компаньона теперь надо найти еще ты метода ты пошел маша хиро и кейди ты кто явно не наш человек могут и суммуги до тебя доходили эти слухи про клоуна да а ты вообще знаешь что за это за существо без понятия брешь как говорится сегодня лжец а завтра вор нападки внезапные так пожалуйста кейди ты кейди мацахиро я и сможешь вернуть этот зонтик аске ладно то аске ты аске это суммуги извините не уверен все спать от аске 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 по моему вот ты аске черт подери я очень плохо помню что вам с тем клоном нет это сена извините извините аске аске вот это же ты ну что когда мы же пойдем домой а нет это юкой наруми не аске аске вот твой зонтик есть от массахира не могу поверить какой человек станет заставлять другого возвращать то что он сам одолжил я даже не услышала спасибо можешь врезать ему от меня конечно это это задание это не задание и так иди остался настолько кейдзи или это кейдзи осталось трудно сказать простите меня друзья я не помню какого бы пола вообще не сам не разговариваешь видимо у как воняет киомите говорит бежим что там ты обосрался так это все люди с тенями на глазах мне нечего там делать . туалет туалет так мне нужно понять где кейдзи о что это коллекционная карточка прекрасно айты как игра мы сейчас что-то себе выберем да или мы это все забрали мы все забрали но пойти наверх нельзя пойти наверх иди массахира ну как ты вернул зонтикаски ага отлично я буду ждать его выхода до кейдзи есть и и митти называет меня странным правда странно я тебя не очень хорошо знаю ага я странный ну что пойдем домой как только к химии массахира будут готовы подойти к школьному выходу ладно все давайте ребят пойдемте собираемся моя сменка хотел начать читать и одновременно попить ну что все в сборе пошли домой загрузка аска была очень зла на тебя аска что ты натворил массахира я не сделал ничего такого тогда почему она злится хватит задавать лишние вопросы кейдзи они не лишние она бы не злилась на тебя без причины это все из-за того что ты что я вернул ей зонтик а ну тогда конечно она будет злиться мы же говорим аске да но тебе стоит завтра перед ней извиниться да так будет лучше наверное смотрите это как обложка альбома какого-то да музыкального и меланхоличные дети деферентные ко всему вокруг происходящему просто выполняют свою за не работала задачу вас не сказали ходить в школу музыка камень и ходит сказали на пиалитета сами не наш близкий понимаем что вообще происходит что за жуткое облако а это деревья куда мы должны пойти но ладно куда бы мы не пошли главное что мы вместе друзья это жутчайший жутчайший бэкграунд агромидное дерево которое на это облако апокалипсиса это такое по контрасту еще отличается так сильно ладно идем мы чем молча будем идти мы очень поговорим о чем я не знаю стоп а вот наш дом да мы как раз оттуда вышли и пошли вниз кейдзи а почему ты ходишь в домашних тапочках ой точно ты почему ты не надел свои туфли а мне было сложно переключиться на другую обувь серьезно ты правда странный кейдзи чудак да это забавно это не так уж и плохо дружище ну чё мы расходимся или как или продолжаем идти видимо мы продолжаем идти а нет это другое место увидим нас со стороны красный рюкзачок все вы девочки играем это точно теперь понятно а нет стоп красный рюкзачок это не то значит вам две было до девочки в пананках так там кто стоит подозрительный давайте сыграем в прятки да отличная идея но только не выходим за пределы площадки ладно скинемся на камень ножницы бумага ладно приготовились выбрать бумагу об срал я что я один проиграл ладно я вожу начинаю считать 20 19 она я бы в любом случае проиграл потому что так сюжет требует а1 а вот теперь так раз таки мы потеряем наши друзей 0 вы готовы еще нет а сейчас я же слышал откуда вы орете то не спрятался я не виноват пусть и тогда бы задание повторяет предыдущие задания должны нужно найти этих ребят мы снова их ищем ты кто чуть и надо ты кто неприятно ну давайте искать рюкзак рюкзак кейтси рюкзак массахира и мой рюкзак не все-таки с панамкой была одна другая девочка опа коллекционка прикольно очень много коллекционок и нашел джинджа у это что урон хп здоровью столько всяких хорошо спрятались ага просто гениальная ты устанешь так висеть и у тебя кажется штанина порвалась уже нашел тебя массахира черт у тебя получилось что я еще не последний я еле залез на дерево все иди там стой карауль наши рюкзаки просто чел наблюдает не нравится мне это вообще не прикалывает никак и он как будто бы все время на меня смотрят я вижу ага нашел тебя кейтси я не кейтси я трава еще раз я сольюсь природа еще лучше и правда странный ладно они со мной уходят может вы поможете мне найти мне кажется знаю я кажется ищешь но это радует что мы меня что мы найдем всех и что все в целости сохранности нашел тебя какими вот блин я думала что это хорошее место я последняя ей давайте сыграем еще раз можно я с вами что не так с этим парнем что будем делать рынке нет мы не будем с тобой играть ну куту не говорит у что будем делать рейн я хорошо нас нас вынуждает да конечно спасибо ладно тогда ты водишь старик ему лет двадцать это примерно по лику договорились и так как ты взрослый ты будешь считать внутри того контейнера можешь начинать ну куту пора шубу чуть контейнер открыт ага он запер его там это наш шанс валим отсюда это вообще нормально ну ты же не хочешь оставаться с каким-то стрёмным стариком давай побежали быстрее быстрее забираем я считаю тоже нормально это очень ненормально это все супер ненормально будет ничего нормального берем рюкзак и валим отсюда он наблюдать знамя думаю уже достаточно он не должен нас найти с ним точно все будет нормально что если что если ты хочешь идти и спроси у того чувака сам зачем мне это ну тогда пошли домой ладно пойдемте домой а что нам вообще делать при встрече с этими можно же не считать того старика подозрительным даже если и нет что если зачем занимается подозрить на чем заниматься подозрительные люди похищениями а что они делать после того как похитят тебя может выпрашивать деньги на деньги мы отошли на пару метров у меня богатая семья так что мне стоит быть поосторожнее а в моей семье не так много денег так что все с нами будет в порядке то есть мы можем снова пойти туда я не хочу туда идти реально просто отбежали на пару метров закину все вроде бы достаточно я бы сказал режиссура конкретно этой игры немного другая немного отличается от игор чего сад во первых есть кадры со стороны такого я еще не видел то есть и мы видим главную персонажа второе это пока все пока что все наверно но здесь как-то поинтереснее атмосфера что ли создана есть компаньоны которые так с тобой идут и к сожалению здесь было бы классный сип как было я стопа с они бы болтали а всякие крутые штуки и районе я хотел остановиться у магазин но не как бы болтают но тип постоянно болтают чтобы мы все больше прикипали к этим персонажем давай я такого не говорил и пойди быстрее сюда я не буду ничего красть а тебе что слабо нет так да иди и возьми чего-нибудь нет дома заканчивается еда думаю у меня нет выбора блин украсть чипсы украсть лапшу украсть напиток мы сами для себя определили один магазин даже украсть лапает эти детские шалости они не приведут ни к чему хорошему что это за бабка такая страшность нужно попробовать взять какой-нибудь еды и не попасться на глаза той старушки этой старушки я бы даже не собирался бы ничего красть не хотел бы попадаться ставился это он так бичу надо даже не думай хорошо не попадаться на глаза той старушки мы должны украсть чипсы лапшу и напиток вижу чипсы но бабка прям сюда смотрит нам нужно отвлечь ее как-то вот так повторить интересно интересно мы проиграли нужно попробовать начать подойдем к моей бабушке бабушка еще надо как-то тебя отвлечь опа коллекционка слышу чувак зашел справа хорошо и как же мы должны как же мы должны это сделать здесь она смотрит абсолютно везде ну ладно разве что она здесь ними карман клади в рюкзак клади иди у нас убить вот она что ладно вид нас спиной у нее за спиной отлично кассир вообще не смотрит я так понимаю она ладно мы просто уходим эй сигнал знал что в тебе что-то есть оставим эту между это между нами мы видели что тот парень заходил в магазин ты в порядке да все в порядке рада слышать ладно погнали пойдемте похаваем сейчас халявной еды я не знаю это сцена для сцены где вот мы сейчас крали это какая-то кармическая история или нет или ты какой то будет роль в сюжете именно играть а вот и мой дом слушай ты последнее время выглядишь довольно депрессивно дай мне знать если я могу как-то тебе помочь мы ведь с тобой лучше друзья правда ты меня подстрекал только что украсть это ведь ты был увидимся до завтра пока пока моя остановка здесь так что я тоже пойду ага до встречи до завтра ты чё а мы с тобой пошли дальше мы с тобой еще кто мог такое выбросить это же коллекционные карточки и здесь у нас блеклое изображение ночью всякие персонажи с хорошими статистиками наверное и так мы можем пойти налево прямо туда нет там какой-то фургон износил мобил кстати о похищениях они вообще возможно такой сельской местности мигажут только тут и возможно не думаю вот и от я о том же и стал гораздо спокойней но я надеюсь что рано или поздно здесь появится кто-то странный это определенно сделать жизнь веселее ничего это не сделать веселее я уже наслышан о появлениях того клоуна все вокруг только об этом и говорят так пугает я тоже однажды видел клоуна что он надеюсь ты шутишь без комментариев все время оборачиваю чтобы увидеть не идет ли за нами кто кстати насчет твоей сестры что-то я давно ее не видела что у вас случилось мне наплевать не знаю она внезапно исчезла думаешь не все хорошо думаю да вот моя мама работает в центре поддержки детей она консультирует учеников начальных школ таких как мы с тобой так что если тебе вдруг что-нибудь будет нужно то заходи к нам домой хорошо хотя последнее время мама выглядит очень занятой и мне не удалось особо с ней поговорить ну ладно я пошла пока пока хорошо это ее дом все барахло что мы бег сразу появилась табличка то что мы стырили мы можем это все потребить или мы мы все раздали клин мама 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 клоун да блин все опасно для маленького ребенка все абсолютно опасно а мы были здесь реально был клоун грузовичок едет домой 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 он догоняет сейчас он поймет где я живу нет а смотрите он сразу тормознул когда я остановился все пойдемте туда какого дьявола так вот ребята бросаем вызов злу открыл открыл ладно не откроет блин полное дерьмо я дома нужно сперва помыть руки надо выложить всю еду на стол пока я не забыл эй 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 какого она чьи обойдем хочешь все оно все здесь так теперь мне можно переодеться и перек 원래 правильно к себе ком нужно идти до наверх наверх это вот сюда слишком тихо и очень не нравится мне эта тишина кто за нами наблюдает не чем бы заняться прибраться может быть о порисуем прекрасно и так а переключение на ластик да и так мы должны значит 34 а это как бы урок красиво писание заказывается красиво писание вот да следующая было бы хорошо еще знать что это а что это а это кнопка так не подсвечивается под темняется но это очень просто это очень просто о ой и это мы что-то написали понятия не верю блин так было бы интересно если мне кто-то разжевывал что это означает почему вот здесь смерть мне не очень нравится давайте закрасим это лучше нарисуем нарисуем давайте лучше чё там хотел до нарисовать а нет ну ладно так то будет дядя с удочкой ловит рыбку вот рыбка крючок вот прекрасно да и так 56 я вот имел ввиду что означает каждый вот это закругление черточка почему так я пропустил вот это а вот это крючок видите тоже и так ответственный маленький мальчик вот цифра 8 планет сам пришел и начал делать уроки мамы нету чтобы не сказать погодите это мы нарисовали дом написали точнее дом до 1 или магаз дом храм это ножик ножик это деньги вот что мы пишем скорее всего это это смерть вот так смерть и произносится это вот так вот видите здесь написано почему-то значит это япония мы пишем япония окей а почти двойка суда или все-таки сюда наверно просто вниз до 34 сразу простите так делаем я того у нас япония это учительница учить скорее всего какую-то такую слог наверное а по 4 умножить на 5 это будет о шрифт стал такой жирный 20 9 умножить на 7 блин нет нет я конченный погодите 63 господи 63 еще ты совсем 3 на 9 27 20 на 50 еще 11 на 11 это 11 11 на самом деле хорошо что я так туплю потому что я вдруг осознал как сильно как далеко я уже ушел от школы и от тренировки своего мозга что я еще недавно это заметил как что я перестал в принципе считать без калькулятор а то есть просто все я вбиваю в калькулятор и считаю и в итоге даже простые вещи у меня вызывает ступор и якобы все на носу зарубил сейчас стараться как можно больше не использовать калькулятор короче 121 это я 3 умножить на 618 как я помню из школы что сначала умножаем 18 2 плюс 18 в 20 минус 5 15 нас накажут за это если мы неправильно делали пробел окей хорошо мы это сделали что мы должны сделать сесть уроки делать от страха ладно встаем нет не должны это мне мерещится котик мой данте ходит мы не совсем данте конечно он полностью полосатый бенгал они же еще немножечко здесь пятнистые должны быть а моего зовут там а мяу-мяу-мяу-мяу хорошая там а ты не видела тут а клоуна какого-то ой какой ой к там вообще наплевать клоун где-то возможно мне мерещится потому что я один самый непонятно почему он не напал чем его цель просто пугать может быть такого это моя фантазия просто не одинокой страшно смешки мамы нет потому что мама тоже похитили может маму и сестру похитили и почему все говорят про кого-то клоуна сфигали клоун гость я не думаю что этот клоун реально существует возможно поскольку именно про него говорят кажется я проголодался кажется я обосрался именно про него говорят в общем и я воображаю себе клоуна учитывая что я одинокий ладно давайте съесть что-нибудь чё чипсы пола как метод съесть каким образом понятия не имею но быть из микро здрасте да мы заливаем горячей водой вкусная лапша пока вкуснятина здесь воняет наверное этих паров воне токсичны не галлюцинации всякие сущности в виде клоунов здесь гуляют собственно чем наша цель теперь давайте пойдем а быть себе в комнату почему-то дверь закрыта кто ее закрыл надо рыбок покормить естественно корм закончился болин может пришло время что-нибудь во что-нибудь сыграть несколько рыбок умерли во что-нибудь сыграть давайте сыграем playstation это дэнди играть видеоигры да они сейчас опять прорекламируют какую-нибудь свою игру стейдж вон прикольно как прикольно 3d на такой приставке 3d и так движение действия хорошо на всякие мертвецы ходят они вам прямо на меня и туда вон я вижу что там далеки прикольно если бы а язык добавить на войска была такой итак мы взяли коллекционные карточки нам нужно поскорее отсюда уйти потому что значит он тупик хочу оказаться в тупике смотрите и что то есть нам нужно найти каким кирку наверно можно отдалить камеру нельзя а ну да барина войсок если бы была вот такая была бы интересна тип новую часть попасть вообще совсем другую было бы довольно таки любопытно поиграть так хорошо мы не можем ничего сделать сообразить не можем лиц и ходит за нами чать а сейчас вы упакойтесь сейчас и платье взял что-то ночью раз два неправильно а вот уже свечек сколько я не будьте внимательны 2 так трубаки хватит вы мне мешаете два часа три и четыре все погибло а вот и вот не кирка конечно это молот немножко отвлекся реально от мира этой игры в которую мы сейчас играем который мы живем поиграв в игру внутри игры опа домофон тут звонит болен ничего откроем о нет он положил записку твоя сестра у меня смотри и и не потеряй если не хочешь ей бед на к лопнет все шарики бедняка это какой-то должен быть стишок начать не очень блин откуда ладно хорошо схватить можно но не поикую тамер или что я в опасности точно мои галлюцинации этот наверное не нужно стоп что если мы можем бросить этот вернуть вот мы схватили блин блин я не понимаю в чем прикол вот это мы хватаем мы типа можем ушвыряться но он явно отличается от всех остальных эти мы даже не можем схватить ну все мы лопнули все шарики нет вот еще один остался где погодите а вот он ну как бы все а ты блин я не знаю что нужно сделать вы говорите вот и дело так вернуть мяч куда вернуть просто по центру экрана держи котик да а котика здесь нету окей это челлендж мы должны понять как лопнуть этот шарик о блин вон он что такое что за таймер а нифига себе вот это стремно вот это стремно я не хочу проиграть не хочу не хочу не хочу о боже мой стой нет как хреново ты лопаешь совсем не помощник мне не помощник мне жопа жопа у нас всего полтора минуты осталось полторы минуты уже меньше черт да как ты тебя здесь не было они появляются они появляются дай сюда иди иди сюда иди сюда ну возможно мы укладываемся очень может быть что мы укладываемся давайте давай вырегут еще раз два сколько вас еще они не здесь могут прикать странно дверь такой раньше не было о боже мой убить убить каждый шарик убить каждый шарик нет 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 я тут под столом не могу достать что нет простите сэр могу достать этот у все я сделал или что дверь нужно теперь сестра мы просрали да дома она приснилась во сне нельзя просрать отлично точнее чтоб там не случилось во сне на жизнь это никак не повлияет это хорошо привет о найти там она убежала прежде она убежала куда-то сюда наш не может открывать двери правильно на всякий случай проверю по что в этой игре особо нет логики это как я говорил что режиссурой да вообще концепция этой конкретной игры челосар там это здесь она значительно отличается во-первых монстр это клоун очень нетипично к желтый цветастый так что ты хочешь дверь открыта о боже мой ты котик грязной жопкой прокатился и должен быть о следы там что-то там что-то застряло кого дело что застряло в моем шкафу там а здесь слева до слева клоун я нашел тебя а этот чувак это чувак который хотел с нами в прятки поиграть мы мы умерли не сработал скример вот совсем не сработал я настолько знал что там что-то есть погоди что сестренки все это время она была в этой машине ждал пока он всех детей соберут тебе кажется я даже не нас не связан посмотрим можно ли отсюда как-то выбраться об отлично это реально кого-то грей а мы страшно уходим это часть игры да не просто так молоток оставил там внизу сестренка сестренка она совсем не слышит меня нужно найти способ пробраться к ней в комнату или о нет он вернулся но это точно он мало времени какая дичь сестренка какого хрена в наушниках сидишь давай валим валим отсюда ну и что-то что-то удумал это я попросил незнакомца похитить меня и тебя тоже мой план в том чтобы мама наконец заметил нас позаботилась о нас это идеальный план чтобы мама снова меня полюбила чего ты идиотка что мне делать типа все можем открыть до дима полная так в чем опасность я не понимаю заключается незнакомец знает что он просто подыгрывает или нет она видимо мы здесь даже спрятаться прячемся ничего сделать почему это окно не открывается или чё мне нужно незаметно сбежать отсюда я пока понятия не имею как отсюда незаметно сбежать блин нас не пускают обратно на крышу они по мне это самый верный способ от вас валить остаётся чёрт нужно эти ключ твою мать он здесь мы не зайдем где же может быть ключ но мы были во всех комнатах на втором этаже теперь нужно покупать во всех комнатах на первом шкафы дали открываются хорошо блин я пока механику не знаю как отсюда сбегать то есть как вообще себя вести по стелсу надо идти или можно бегать я не слышу чувака вообще здесь он он набухался прекрасно ключ него нет уродская дверь специальная система автозакрытия двери чтобы маленькие детишки убежали куда это ты собрался твой сестра будет переживать за тебя ничего я проиграл каждый раз спрашиваю когда затемнение экрана нет грёбанная сестра просто расслабься но незнакомец прислушивается ко всему что я скажу прошу не делай ничего глупого это единственный способ достучаться до маминой любви ладно то есть этот эпизод весь был ни к чему сестренка ведет себя очень странно что же мне делать остаться с сестрой нет я больше не могу полагаться на сестру нужно найти помощь да я точно в этом уверен да мне нельзя попадаться на глаза ни сестре ни незнакомца а двойной стелс теперь ну вот все в крови открывай о нет они все закрыли а мне снова ключи нужно будет найти так как он тупорила дверь вот это трюк вот этот трюк сделал я думаю так не нужно делать но почему бы даже не знаю даже не знаю сестра грёбанная сестра так тут чё надо взять ульт зачем не знаю я возьму пульт видимо чтобы в какой-то момент нужно будет выключить телек хорошо сестра хотя бы на месте сидит весь чувак ходит туда-сюда блин это в сортир не понимал повернется сейчас или нет и в туалете нету ничего а дверь закрылась а он так и будет походу стоять здесь что мне не совсем не нравится значит нам нужно это применить как-то культ окей так ах дверь выключить телевизор а что почему он вырубился и куда подевался пульт а куда мне деваться мать мать ооо ключи есть блин грёбанная дверь закрыл быстрее что ты не поешь здесь нет нет как хорошо шел блин так а я думаю пройду сейчас ладно мы сейчас это сделаем в принципе механика ясна вот забираем пульт телек выключаем сейчас она уйдет она получается будет по кругу ходить да смотрим как как она будет идти все я понял все я понял окей окей что батарейка закрывай окей ищем батарейку а нам нужно за ней наверно пойти с помощью радио я смогу отвлечь чувака скорее всего батарейка вот здесь будет вот она что это что за нафиг залезть на чердак да очень необычно это еще одно отцветление что это труп миссис труп ладно это ни на что не влияет просто скример с призраком видимо спуститься назад ну да нам нужно дождаться пока сестренка пойдет а идем за ней да блин она оказывается вот маршрут черт что же батарейка у нас в руках ключи тоже у нас осталось только включить радио и мы теперь достоверно знаем что этот чувак убийца ведь мы нашли труп на чердаке и много крови поэтому сестренка явно спятила и нам нужно помочь ей обратившись за помощью сейчас мы дождемся пока она уйдет но только понять потом куда деваться когда мы радио включим все она пошла идем за ней нам лучше идти за ней прямо к к осторожно все она пошла быстрее вот теперь как мне быть я не знаю почему он не видит почему он меня не видит почему он меня не видит ну это хорошо наверное мне же в туалет вот сюда о блин кровище скорей скорей тихо она ушла она ушла надеюсь блин два раза меня ключ заставили искать уроды открывай дверь велик это еще не конец велик излюбленный мой велик с фонариком это хорошо давай ускоряйся уже о выбрались неужели сейчас бы клоуна бы увидеть он бы помог мне мне кажется о о о о о он же меня догонит шифт а шифт окей давай гони гони а нет это все что ты можешь быстрее гони дороги съехать можно хрен его знает он же прям он же прям позади меня я не знаю куда мне надо ехать а мы не можем съехать дороги куда мне отправиться в смысле каменная прямо я другу поехал родители моего друга сразу же позвонили в полицию сестра попыталась объяснить им всю ситуацию но они не воспринимали ее всерьез потому что она всего лишь ребенок в итоге незнакомца арестовали как похитителя а позже полиция связалась с нашей мамой приношу свои извинения за доставленные неудобства это мама говорит тварь ой что вы не беспокойтесь об этом тебя лишить родительских прав надо где-то была все это время уверен что ваши дети ужасно напуганы пожалуйста не заботитесь о них и я рад что обошлось без каких-либо травм ну что поехали домой мам ты нормальная сестренка ты выглядишь счастливой на то есть ее план сработал да получается так она это так воспринимает мы так же сейчас едем в машине но теперь с мамой и ощущение те же самые что меня похитили может быть это все потому что мама здесь мать ты довела ее ты довела ее бетч ох и почему от вас вечно столько проблем раньше меня никогда не вызывали в полицию какой же позор у меня нет на это времени почему я должна заниматься чем-то таким ради каких-то детей на которых я плевать хотела только посметь мне еще раз вытворить что-то подобное что вы почему при чай попробовать снова мы что-то неправильно ладно после побега это мы при нам гейм овер выдали я же я же не мог влиять на ни на что когда там просто кат-сцены были ну ладно давайте попробуем теперь может быть на улице слева на улице слева да давайте попробуем туда скорее всего когда мы поедем в другую в другой дом другого друга нашего будет то же самое а нам это нафиг не надо да нам нужна какая-то своя собственная концовка так чтобы маму не подбеспокоить я думаю в этом вся суть это как бы урок всем детям что не беспокойте родителей просто так во всякой юрде учитесь решать свои проблемы сами потому что вы же должны быть взрослым поскорее и сразу должны быть готовы ко всем неприятностям которые эта жизнь вам подготовит она подготовит будьте уверены итак хочешь улицу слева да Евгений да я хочу туда улица слева я все думаю что это за сцена была в начале что меня сбила тварь побежали только сюда надо бежать да наверно сюда это та самая улица здесь был клоун вот это жутко вот это жутко вот это жутко ооо нет ооо нет не надо бегать да ооо ооо сюда я примчался в дом к химе попросту не знал куда мне еще деться и вовремя вспомнил что ее мать работает в месте где присматривают за проблемными детьми она внимательно она внимательно меня выслушала и согласилась на несколько дней приютить нас и даже посетила дом незнакомца чтобы забрать оттуда сестру я слышал что моя сестра сначала сопротивлялась но в конце концов успокоилась и согласилась покинуть тот дом а еще мать к химе встретила самого незнакомца и поняла что он не хотел причинить никому вреда однако тогда она твердо велела нам оставить его в покое затем она предложила нам обоим пожить в приюте а мы были рады что у нас наконец появился выбор у него труп на чердаке я это же рассказал или нет судя по всему нет возвращаем домой как дела в школе мы с тобой столько всего пережили да но все-таки мне здесь нравится если подумать ты всегда так боялся маму нет нет я позабочусь об этих детях я их мать сакико ренье мы уезжаем блин и как вас вообще занесло туда где вы были эй сакико отвечай ну ээээ в доме незнакомца я попросил его нас похитить что похитить вас о чем он вообще думал что чё ты побери с ним не так мам не надо он не такой плохой у него труп 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 почему никто не слушает меня молчать сакико замолчи насколько нужно быть наглым чтобы похитить моих детей и доставить мне столько проблем кто вообще смеет вмешиваться в дела чужих семей эти дети могут выжить сами по себе черт возьми так все с меня хватит я лично приеду в дом этого похитителя какой-то сюр вот все что у тебя происходит какой-то сюр весь сюжет эй ты так ты и есть тот самый похититель а ну смотри на меня он с оружием как ты вообще посмел выкрасть у меня моих детей это мои дети мать твою у тебя нет никакой власти над ними эти дети мои а типа ее собственность и я как их мать могу делать с ними все что угодно а дети просто должны слушать то что им говорят их родители вот что такое счастье для ребенка а тебе этого в жизни не понять эй ты меня слушаешь? эх эх эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ я испытываю удовлетворение и мы снова обоссались и вот концовка ооо, вот это было хорошо это было прикольно я думал, мы снова обоссаемся это было бы прекрасное завершение всего этого и теперь, то мы выиграли как бы прошли игру зажмите пробел, чтобы пропустить хорошо, я не знаю, наверняка есть еще и другие концовки я бы не хотел проходить всю игру ооо, боже мой вот концовка скажи мне, сколько концовок а, вот, на чердаке нашли труп да, потому что я туда поднялся видимо окей, давайте попробуем выбрать я хочу попробовать остаться с сестрой что это нам даст остаться с сестрой ну, конечно, это же моя сестра ты точно в этом уверен я? yes, of course поймем спать прошло уже две недели мы с сестрой все еще живем в доме похитителя а я продолжаю ее слушаться мне не хотелось усугублять ситуацию так что я тоже перестал ходить в школу не могу согласиться с планом моей сестры но я ей доверяю Рэнь, я готовлю карри мне нужна твоя помощь ну, как-то не знаю не особо поменялась наша жизнь потому что мусор все так же мешками валяется повсюду везде как-то он немножко, да, отсталый судя по всему, по развитию а, малыш да пырнуть ее надо? а, нарезать карточку лучок, морковка прошу семейная идея семейная идея спасибо, у тебя отлично получается кто? о, кажется, кто-то пришел Рэнь, иди посмотри, кто там иду, иду, иду я уже этот дом наизусть знаю полицейские вообще, погоди, мне интересно а, да, дырка все еще есть и, по-моему, мы даже можем, да а, подняться мы туда не можем да, 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 иду, иду, иду кто там это полиция я рассказал все о полиции правда, я не хотел никому доставлять проблем но они не воспринимали мои слова всерьез потому что я всего лишь ребенок в итоге незнакомца арестовали как похитителя а полиция, кажется, связалась с нашей мамой ооо ооо что-то, вы нашли свои извинения за доставленные неудобства ой, что вы, не беспокойтесь я уверен, что вы уже здесь ужасно напуганы пожалуйста, позаботьтесь о ней и я рад, что я обошлась без каких-нибудь травм поехали домой кажется, это просто повторение той концовки короче, там была точно такая же концовка нет смысла ее смотреть еще раз давайте попробуем теперь сбежать после побега и не будем заходить туда дома просто поедем далеко-далеко побежим как можно дальше насколько это вообще возможно все побежали, побежали короче, сейчас попробуем просто бежать прямо пока, не знаю, куда-нибудь не прибежим чёрт, ну прям за мной мне так конят нельзя останавливаться, нельзя оборачиваться успеем ли мы? так, погодите мы бежим к своему дому мы бежим к своему дому это хорошо, но наверное ой, прям прям сзади почему ты убегаешь? давай вместе пойдем домой блин, меня поймали а как мне быстрее бежать? пытаюсь 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 забежать до меня о нет 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 оп успел? куда? что мне делать? давайте к себе в комнату не знаю, может быть или куда? я не могу, я ничего не вижу а что? и он все равно меня поймал пойман кот я кот я тот самый кот видимо короче вот все, в принципе других вариантов я больше не вижу все приводит к бум концовкам где мать снова приходит забирает нас и оставляет в итоге свободное плавание нас пускает так скажем или ее убивают и мы улыбаемся вот вот она вся суть игры на самом деле игра поднимает очень тревожную тему что реально же есть такие случаи когда родители оставляют своих детей сумасшедшие родители видимо с явными психическими отклонениями у которых нет этого чувства что они ответственность несут за еще маленьких маленьких людишек которые еще пока не могут ничего сами сделать ну людишек не в плане не в уничижительном а ну маленькие человечки которые тоже хотят жить которые тоже чувствуют и вот так вот отвратно это отвратно отвратная тематика у этой игры и я так подсмотрел сейчас я вижу я увидел что этот похититель который немножко сталенький и вот эта сцена в самом начале игры это он убил свою маму которая была тоже безумной то есть это нас в какой-то степени роднит и там наверху это и есть труп матери видимо это я уже сам от себя додумал я это не смотрел нигде собственно ну тяжелая тематика игры сама игра не страшная практически был момент со скримером на чердаке который меня шуганул немножко так в целом это было просто интересно но не страшно но не страшно жутковато я так сказал пока слабенькая достаточно игра от чилы сард в плане хоррора но в плане атмосферности история достаточно любопытная это супер неожиданные концовки то бишь я вообще все игры чилосарта они так строятся что ты каждое следующее действие непонятно к чему приведет какой персонаж кем обернется что он будет делать что с тобой произойдет вот этот клоун это видимо просто мое воображение жестокое которое проявляло себя в виде этого клоуна маньяка и видимо мое вот этот гнев к матери он проявлялся возможно так когда я оставался один может быть не знаю я и переодевался с этим клоуном потому что все про него говорили либо просто из-за того что все про него говорили я представлял что мы свое альтер-эго в виде этого клоуна который всех похищает не знаю игра открыта для интерпретаций можете писать свои версии в комментариях я лишь скажу сейчас что спасибо большое что были со мной в этом приключении надеюсь вам понравилось надеюсь мы увидим еще больше крутых игр от чего царты и ждем фишс фэдом да пятую часть они очень крутые они все очень крутые можете посмотреть их внизу в описании и также зайти в плейлист посмотреть все мои прохождения хорроров ладно не буду затягивать концовкой спасибо всем большое друзья с вами был Юджин и всем 5